под который расположен горелка расположен расположен горелка 1 мы на ю тубе подглядели лайфхак по грилю и сейчас настя вам все расскажет когда мы мечтали об автопутешествии то всегда представляли что у нас будет автопалатка маркиза и гриль почему-то вот именно такая картинка у нас в голове формировалась когда мы думали вот именно о путешествиях не знаю как все может быть у нас у одних ассоциация с путешествиями это ассоциация именно с вкусной едой надеюсь мы не единственные такие любители покушать заехать подальше и нам всегда казалось что очень уютно и очень атмосферно когда ты едешь целый день потом где-то останавливаешься в красивом месте расставляешь гриль стульчики столик сидишь и что-то вкусно готовишь общаешься и вот ну вот мы так думаем что именно вот из таких моментов складывается вся атмосфера и вот романтика авто путешествие поэтому как вот только у нас появилась возможность мы сразу же заказали гриль сразу скажу почему купили именно о гриль во первых потому что довольно много отзывов именно от авто путешественников да мы в общем вообще пересмотрели наверное весь youtube а на тему авто путешествий и уже не раз и не два и не три раз десять уже встретили именно вот у блогеров которые пользуются а грилем этой компании еще объективно о гриль сильно дешевле конкурентов поэтому тоже здесь по цене как бы выбора не стояла и нам еще понравились отзывы которые мы прочитали еще в интернете то есть на том же яндекс маркете было много положительных отзывов и в целом отношения клиентам у гриля тоже нам понравилось их отношения клиентам и их лояльность ну что я думаю уже можно приступить к обзору будем смотреть подробнее наш гриль погнали теперь перейдем к обзору самого гриля гриль выполнена из двух полусфер из нижней и верхней которые выполняют роль крышки также на верхней расположен встроенный термометр на обратной стороне гриля находится вот такой пенал встроенный туда можно спрятать переходники например для цанковых баллонов либо что-то еще место довольно здесь много на боковой части находится кнопка пьезоподжига и регулятор подачи газа на противоположной стороне находится отверстие для подсоединения либо цанговых баллонов через переходник либо для подключения металлических либо композитных вот таких баллонов как у нас например на 12 литров объем можно любой подключить крышка гриля надежно фиксируется специальной защелкой которая особенно актуальна в автопутешествиях когда нужно чтобы ничего не шумело и не гремело в дороге но самое интересное находится под крышкой гриль это большая 8 килограммовая чугунная решетка а под решеткой находится горелка в гриле все продумано до мелочей даже есть специально вот такая вот чашечка для сбора жира когда вы готовите у вас все стекает по стенкам и попадает именно вот в эту вот емкость сполоснули либо влажными салфетками протерли и все чисто главная фишка этого гриля в том что он мобильный я вам сейчас покажу как все это работает смотрите у него есть вот такие складывающиеся ножки которого так вот складываются все место он занимает немного можно убрать его в чехол закинуть в машину в багажник и все отдельно можно приобрести вот такой вот стол в компании о гриле он представлен двух вариациях отдых это вот как у нас круглый и отдых light похожий стол только квадратной формы мы выбрали именно круглый потому что он повторяет форму самого гриля и нам кажется это более удобно особенность стала еще и в том что есть отверстие специальные для ножек открывайте вот так вот ножки гриль и он надежно фиксируется в этих отверстиях устала есть крючки которые можно использовать для того чтобы повешать приборы нож щипцы щетку очень удобно чтобы не думать куда это кинуть и потом где это искать повесил все всегда под рукой я уже говорил о том что в гриле все продумано до мелочей и у столика удок есть даже вот такая удобная ниша для того чтобы поставить например мясо замаринованное и потом кинуть его на решетку изначально мы думали покупать столик либо не покупать была мысль поставить гриль на походный стол но когда уже пришел гриль и мы попробовали использовать его со столом удок мы поняли что на самом деле вещь незаменимая потому что если такой довольно массивный гриль вы будете ставить на походный стол у вас он будет шататься будет неустойчиво стоять и в целом это довольно неудобно а так у вас зона готовки получается отдельно у вас здесь весь инструмент мясо замаринованное готовите все в сторонке а основной стол у вас в стороне это мне кажется удобно и практично поэтому я бы конечно однозначно рекомендовал брать стол грилю думаю с обзором можно закругляться уже хочется кушать и попробуем приготовить на нем что-нибудь очень вкусное мы на ю тубе подглядели лайфхак по грилю и сейчас настя вам все расскажут в общем что сейчас делаю я вот эту чашечку для жира куда стекает весь жир с продуктов которые вы готовите я буду оборачивать фольгой для того чтобы потом ее не мыть в поездках как все знают надо экономить воду жир очень плохо отмывается и воды потратилось очень много а так вы фольгу потом берете сматываете в комочек и просто выбрасываете также видели что некоторые полностью гриль внизу оборачивают фольгой но мы сочли это слишком замороченным то есть это очень долго нужно горелку эту всю там подделать под фольгу под нее подложить это неудобно гриль намного проще протереть просто салфетками штук пять и на один гриль будет достаточно а вот тарелочку это очень быстро обернуть и все поэтому сейчас мы это и сделаем и приступим уже готовить а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok